Привет, друзья, подписчики мои! Ну что ж, у нас сегодня будет реклама фикс-прайса. Не ожидали вот такого вброса? Ладно, я шучу, рекламы сегодня фикс-прайс не будет, потому что я просто зашел, и там появились прикольные новиночки. Решил вам их сегодня показать, потому что это система для хранения. Но вот что у нас сейчас будет в рекламе, так это точно. Это будет турнир, который будет в Москве уже 21 сентября. Мой день рождения уже в эту субботу в 11 утра в торговом центре Нора. Ссылка на группу и вся информация в описании к этому ролику. Прямо сейчас, бро, переходи, регистрируйтесь по ссылочке, и тебя на турнире ждут 21 сентября в торговом центре Нора. В 11 утра младшая группа, потом среднюю, потом старшую и так далее. Вот группа здесь, получается, все есть. Погромный пост, все, что вас ждет на турнире. Приходи и стань чемпионом Москвы. Я закупаю через чердято кучу всего интересного по ссылочке в описании. Ну что ж, зашел я в фикс-прайс. На самом деле, заходил туда я зачем-то я-то заходил, уже не помню зачем, но купил много всего прикольного. Итак, первое, что я купил, вот такая пальма, чуваки. Вы просто посмотрите. Бутылка светящаяся с трубочкой, 400 мл батареечки в комплекте. Цена товара 100 рублей, 99. Ну прикольно, вот такая тут есть соска, чтобы можно было из нее пить. И в какой-то пати можно устроить, прикольная такая пальма. И она горит, смотри как. А? Тыщ, 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 тыщ. По-моему, прикольная штука. Мне прям нравится такой декор. Любой декор, на самом деле, любая кухня вообще... Так, выключайся, все, сгодится. Дальше, вот такой себе купил нож керамический, но нож купил тупо на кухню. Проверьте вообще, как он работает, что с ним вообще можно делать. Но мы сейчас его откроем, и я им буду открывать дальше. Дальше, вот такой нож. У меня такой же, кстати, есть керамический нож красненький, вот такой вот, да? Он с чехлом, здесь без чехла. Вот как-то так. И, друзья, гляньте, я обклеил лошурку мою красавицу, мою наклеечками. Ну, просто посмотри, какая принцесса, просто муашечка, вообще красавица. И идем потихонечку дальше. Вот такой новый чемодан появился в фикс-прайсе. У нас, чекайте, 100 рублей всего цена товара. Это фирма Блокер. Причем, кстати, Блокер, она очень такая странная и хитрая фирма. Она свои товары раскидывает и в фикс-прайс, и в Леруа, и в разные другие места. Но фикс-прайс стоит дешевле, чем в других местах. Поэтому такую фирму брать в фикс-прайсе, конечно, выгодно. И, друзья, если вам интересно, чтобы я сделал сравнение, это не цен, а именно вот где найти систему хранения для бейблейдов, то пиши в комментариях. Я пойду в Леруа, фикс-прайс, в Икею, куда-нибудь схожу еще, и запилю для вас прикольный ролик. Сам хотел, но особо вам это, я думаю, может быть неинтересно, поэтому напиши в комментариях. Вот такой у нас получается чемодан, 99 рублей. Какие-то волосы, естественно, фикс-прайсовские. Вот, ручка поднимается вот так, очень удобный, легкий, компактный, и все, что нужно для наших бейблейдов. Так, ах ты какой, посмотри, что. А вот он и сломался. Причем я там стоял, тыкал такой же чемодан, просто взял вот этот, и, короче, он, видишь, как... А, или это так и должно работать? Нет, так и не, мне кажется, не должно так работать. Нет, здесь же две эти, видал, сломался. Вот так, друзья, 99 рублей, ха, вы что, хотели? Сразу сломался. Но, в целом, в принципе, работает. Вот это, конечно, да, неприятненько, если такое, конечно, все потертое. Потертое, но нас интересует то, что внутри. И методик наклейки бесит, их просто невозможно нормально оттереть. Прям, ну, не могу. Открываем чемодан. И здесь, ну, просто раздолье для ваших бейблейдов. Так, пускалка. Я использую маленькие пускалки, они очень удобные, мне они очень нравятся. Я думаю, она должна вполне спокойно сюда поместиться. Эти помещаем сюда, а это сюда. Оп, сейчас, нет, сначала, наверное, надо пускалку положить, да? Ага, смотри, вот эта штука. А, нет, нормально, нормально. Просто главное, да, вот, нормально. Сейчас, главное, ну, нет, если честно, нет, она как бы влазит, но это гемор, короче. Понятно все. Да, не совсем удобно. Но, в целом, в целом, в принципе, закрылась, в принципе, работает. Если вам не нравится такая пускалка, то на шнурке, наверное, сюда тоже не влезет. Есть еще у меня вот такой вариант. Может быть, это будет получше. Ну да, вот это, кстати, залазит. Во, вот это хорошо влазит, и можно положить вот так вот два лаунчера, и будет вообще топи-топи. Дальше, дальше сюда, с верхней части, можно положить, допустим, ну, какой-нибудь топовый волчок, который точно выиграете. Допустим, вот, Лорд Спрайзен очень мощный, на турнире был вот с этим волчком какой-то чувак, и прям хорошо всех так разорвал. Ну, вот, допустим, Спрайзен можно положить, и вот, допустим, Ашуру, кстати. А что еще можно? Можно еще Фафнера вместить? Да, три волчка вообще, ну, вот уже потяжелее, конечно, но, в принципе, три волчка влазят вообще на изи. Нормальная тема. Вот, а по бокам вот сюда можно положить, допустим, драйвера и диски. Я много чемоданов видел, где дополнительно есть отделы для драйверов и дисков, и я, честно скажу, я не вижу в этом смысла. Типа, для комбинаций, ну, не знаю, по-моему, вы дома собираете топовый волчок, приходите на турнир и всех разрываете. Мне кажется, должно работать так, потому что, ну, отдельные ячейки для вот драйверов ваших, ну, не знаю. Но мы можем, конечно, затестить. Или можно вот так диски положить, ну, а драйвера вот сюда. В принципе, да, в принципе, можно, можно. Короче, тема прикольная, буквально так, ну, вот так, вот, вот такой получается у нас набор. То есть, конечно, сюда можно еще докидать, докидать можно еще, допустим, можно такую оставить, да, здесь штуку. Вторую, да, веревочная сюда вряд ли влезет, только есть отлойнорочка, но такое себе. То есть, получается, вот такую левостороннюю можно, я думаю, сюда еще как-нибудь положить, запихнуть. Да, идеально. Во, во, вот сейчас хорошо, вот так мне нравится. Вот это прям круто. Вот, три волчка, которые ваши основные, допустим, Геркулес, Феникс, Саламандра, грубо говоря. И еще можно положить два диска, ну, наверное, даже побольше, я думаю, можно положить дисков. Веном, а, Веном уже, наверное, не влезет. Да, смотри, три диска можно положить сюда, верхник, а вот сюда детали уже, ну, влезут, но это уже нет. Это уже перебор. Но, можно сделать еще, знаете как? Можно сделать еще, еще, вот так можно еще сделать. Сюда положить три верхних диска. Во, 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 во. Вот это уже другой разговор. Да, в принципе, нормально. Можно вот так положить еще три диска. Но, надо ли оно или нет, мне кажется, что, а волчок целиком вместе сюда, если прямо вот так положить. О, вот! Мне кажется, вместо дисков эти места лучше отдать, допустим, какие-нибудь волчки собрать, да, и положить сюда волчки уже в сборе. Ну, мне кажется, так будет лучше. Но это только вам решать. То есть, как хотите, так свои бейблейды и раскладывайте. Я бы, наверное, взял бы так. Еще, кстати, я бы сюда добавил какую-нибудь эту, не ватку, а, знаете, такой синтепон, чтобы волчки не вот так вот по чемодану у вас не трепыхались. И чтобы один красиво так лежал, прямо здесь, в лорс, справа, прямо королевский. Приходите на турнир, открываете чемодан, бах, бах, в здании. Всех просто разносите и побеждаете в турнире по бейблейду. Итак, ладно. Давайте мы это пока, наверное, оставим так. Пусть так полежит на фоне. Дальше покажу вам дальше. Я показывал вам уже мою бейблейдерскую сумму, которая у меня была через плечо. Она не сильно удобная, потому что мало можно в нее положить, она постоянно болтается, не сильно удобная. У меня есть сумка с вальтом АОем, тоже прикольная, но там мало кармашков. И сегодня покажу вам еще вот такую сумку из фикс-прайса. Она стоит 39 рублей, вообще бешеная цена, но мне она понравилась. Она желтая, яркая, красивая. Сюда, здесь у нас молния. Сейчас мы ее отрежем, здесь веревку. Годится. Да? Так, уходи, уходи. Вот такая вот история. Во, сумка в рабочем состоянии. Годится. Тут сеточка. Можно, получается, сюда тоже ваши волчки напихать. О, вот так вот напихать волчки. И чтобы все видели ваши топовые сборки, не сборки, а вот эти вот ваши. О, годится. Здесь даже можно, кстати, положить еще, наверное, штуки три. Это напоминает мне сетка, напоминает мне, знаете, как PlayStation PSP продавалась. Там был такой чехольчик. Прикинь, расскажу. В 2010 год я заканчиваю учебу в школу. В школе, учебу в школе. И мы идем с вами покупать у нее PSP. И, короче, суть в чем. Прикинь, что? Мы покупали комплект. Там была игра, гоночек какие-то. И там был чехол в комплекте. Плюс, по-моему, ремешок там был, чтобы можно было удобно держать ее. И продавец такой, а возьмите к вашей PSP еще чехольчик. Мы такие, ой, давайте глянем. Смотрим, а там ценник был, ну, полторы-две тысячи за чехольчик. И я такой смотрю на коробку, смотрю на чехольчик, смотрю на коробку. А на коробке нарисован чехольчик. Говорю, давайте-ка мы посмотрим, что в комплекте. Мы открываем, бах, а там чехол, который в два раза лучше. Ну, господи, не в два раза. В три раза лучше. Такой серый классный чехол. PSP лицезионный, клевый, с ремешком. Прямо отделение было для дисков. О, с резиночками. Гораздо лучше, чем мне предлагали за полторы-две тысячи. Я говорю, бро, ну, извини. Тут как бы уже есть, и он даже гораздо лучше. Поэтому брать не стали. Но PSP была не прошита, не прошиваемая там геморрой. Только через три года смог я ее прошить. Вот как-то так это работает. Ну, что ж, давайте двигаться, наверное, потихонечку с вами дальше. А, что я болтаю, это я забыл уже, о чем я говорил. А, сумка. Сумка вообще топ. Значит так, она открывается у нас вот таким образом. Вот такая у нас есть, что это? Такая вот, можно через плечо, можно на плечо, можно еще. Вот так вот вы ее носите. Прикольно. Здесь можно брелок какую-нибудь повесить. И вот сюда вот можно накидать разных приколюх, интересных штук. Да, вот на турнир 21 сентября возьму такую сумку. Она прямо желтая, классная. Мне прямо она дико зашла. И последнее, что у меня тут есть из фикс прайса на сегодня. Это вот такие вот ящички. Они дико забавные. Мини-бокс с выдвижными секциями. Стоили всего 77 рублей. Я думаю, грех было не взять. Они вообще топи-топи. Топи-топи-топи-типи-топи. Давай посмотрим. Это вообще, это вообще годится. Понятно, делают не для турнира. Хотя, кто знает, можете на турнир взять. Вот такие ящички. А, вообще прикол. И здесь можно разложить... Только, конечно, какой-то мусор от фикс прайса идёт. Просто чекай, чекай. Вы берёте какие-нибудь детальки. Допустим, от Джагмэн Джокера. Оп. И вот так красиво их сюда раскладываете. Оп. А, нет, смотри. Не все. Ага, ага. Вот это, конечно, подстава. Не всё можно сюда запихнуть. Но, тем не менее, диски положить можно. Вот, короче, вот эта верхушка у Бэйблэйдов. Самая топовая тема. Во. Три диска, наверное, вполне спокойно. Да, три диска вполне спокойно вмещают сюда. И это прикол. Вообще прикол. Здесь можно положить драйвера. Ну, вот маленький. Опа. Она вообще вылетела. А почему верхний не вылетает? А, тоже вылетает. Слабенько. Они, конечно, сделали фиксатор. Но прикольный чемодан. Прям топи-топи. Большой драйвер сюда, конечно, не положишь от Джокера. А, нет, смотри. Спокойно. Нет, нет. Проблемно там. Всё. О, всё понятно. Да, ну, от Венома есть только в разборе. Но тоже нет. Маленькие драйвера, да. Большие драйвера. Ну, чё ты? Всё поломал. Неугамоши. Всё сломал. Как всегда. А вот так сейчас сделаем по-хитрому. А не прокатило. Эй, ты посмотри. А ломать-то не хочется. А? Блин, сломал. Блин. Короче, большие драйвера сюда точно запихивать не стоит. Однозначно нет. Поэтому, наверное, для дисков прикольно. И давайте какие-нибудь верхние слои сюда разложим. Думаю, будет тоже интересно. Посмотреть, как это будет выглядеть. Ну да. Диски нормальные сюда убираются. Во. Прикольно. Прикольно. Всё. На этом сегодня, друзья, всё. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Такое у нас сегодня было информативным. Надеюсь, оно было информативным для вас видео. Потому что много всего интересного он показал. И, в принципе, я сегодня купил. Получается у нас 100, 200. Ну, получается 377 рублей я потратил. У меня прикольная сумка, чемоданы, классная. Такой вот комод. Всё. Всем пока-пока. Скоро в ролике. Ставь лайк. Пиши в комментарии, нужно ли я пойти в Леруашу или не нужно. Всем пока-пока.